Здравствуйте! Женщина погибла в аварии в Череповце. Все подробности далее. К смерти привело нарушение правил. Происшествие произошло во вторник около 12 часов дня на улице Краснодонцев в районе дома 29. По информации ГИБДД Череповца под автобус попала 53-летняя женщина. Водитель следовал по первому маршруту. Он выезжал с улицы Леднего на улицу Краснодонцев. В этот момент сбил пешехода. Череповчанка переходила дорогу на красный сигнал светофора. Она получила тяжелые травмы и скончалась в карете скорой помощи. Как рассказал инспекторам водитель, он не видел женщину. Во время поворота она попала в так называемую слепую зону. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Инспекторы технического надзора ГИБДД попросили водителей автобусов в майские праздники быть предельно внимательными. Сами знаете, недавно был случай у нас. Вчера? Да. То есть, как бы, тем более, учитывая то, что летний период начинается, скоро начнется дачный период. Значит, у нас пассажиры, к приклону бабушки, дедушки будут ездить. Уже ездят? Да, уже начинают. То есть, напомнить, чтобы у вас особенно быть внимательным. Памятка тут заодно, что сразу же излечите. Памятку-то не только водителям надо давать, а еще и пассажирам. Да, согласен. Здесь, вот здесь вот у вас самое основное, то есть, идет плавное торможение, плавное начало движения, чтобы у нас пассажиры не падали. Начинать движение, сами вспомните, что надо с закрытыми дверями. А то у нас в том году уже был случай, пассажир выпал. Открывать двери только после полной остановки, самое основное. Начинать движение после полного его закрытия. Да, да, да. И особенно быть внимательным, особенно сейчас регулируемые, нерегулируемые пешеходные переходы. Тем более майские праздники сейчас будут, ну, уже идут. Плюс скоро летние каникулы, скоро начнутся. Много детей будет. Дети уже начали на самокатах, на велосипедах ездить. Все-таки, да. Чтобы, тем более, ребенок, есть ребенок, он может два раза все по правилам сделать, а на третий раз он может отвлечься, либо с другими, с детьми что-то отвлечется. То есть, может внезапно выбежать на дорогу, чтобы все-таки избежать этого. Чтобы не было наезда у нас на пешеходных переходах все-таки с детьми. Ну и с пассажирами все-таки как-то, если по возможности будут, смотрите, в алкогольном опьянении. На дорогу лишь бы не лезли. Да, вот самое главное, чтобы если у вас будут вот пассажиры в алкогольном опьянении, то есть вы видите, что он уже, ну, спит полностью. То есть, либо через диспетчера своего, пускай звонят в 112-й, чтобы наряд ППС, либо наряд ГИБДД, чтобы его увирал. Первая половина праздников прошла относительно спокойно. Об этом в эфире программы новости рассказал инспектор по пропаганде ГИБДД Череповца Алексей Простокишин. Приводим фрагмент интервью. Прошедший период времени у нас зарегистрировано 17 столкновений с материальным ущербом и три дорожно-транспортных происшествия. Одно дорожно-транспортное происшествие произошло на предприятии нашего города. Значит, погрузчик КамАЦу совершил наезд на рабочего. Далее у нас произошло также дорожно-транспортное происшествие на улице Столивара в 34, где водитель автомобиля Volkswagen Jetta не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, в результате чего автомобиль Renault Logan совершил опрокидывание. Вот. Всего, я повторюсь, три ДТП зарегистрированы. А что предполагает усиленный вариант несения службы? Значит, усиленный вариант несения службы прежде всего введен у нас в связи с ростом аварийности на дорогах области. Усиленный вариант под собой предполагает то, что введены дополнительные наряды несения службы. Они сконцентрированы в местах повышенной концентрации ДТП. Ну и, соответственно, в общем, скажем так, обеспечение правопорядка на дорогах нашего города. А что показали рейды и как много выявили нарушений? Значит, за период времени с 1 мая по 3 у нас выявлено, пресечено 457 административных правонарушений по линии ГИБДД. 10 водителей отстранено от управления транспортом за вождение в состоянии опьянения. И 10 водителей у нас управляли транспортом, не имея права управления. На специализированную стоянку задержано 21 транспортное средство, из которых 5 автомобилей были эвакуированы за нарушение правил дорожного движения. То есть это остановка вблизи пешеходных переходов, ближе 5 метров, либо остановка в зоне действия знаков, запрещающих остановку и стоянку. В выходные заметно прибавилось мотоциклистов. Примерно ли ведут себя эти участники дорожного движения? Значит, по мотоциклистам хочется сказать, что в большинстве своем они соблюдают правила дорожного движения. Есть прямо группа водителей мототранспорта, которые именно пропагандируют правильное управление транспортом. То есть у них с документами все в порядке, да, они соблюдают правила дорожного движения, не нарушают. Но также все равно встречаются лица, нарушающие правила дорожного движения. 2 мая во время несения службы нарядом ДПС на улице Рахи был остановлен мотоцикл под управлением девушки, у которой не имелось водительского удостоверения на право управления. Соответственно, на данного водителя был составлен соответствующий материал. Транспортное средство было задержано. Для многих выходные продолжаются. Что пожелаете пешеходам и водителям? Хотелось бы пожелать в первую очередь водителям и пешеходам безопасных дорог. Также напомнить о соблюдении правил дорожного движения. Пешеходам хочется в очередной раз сказать о том, что подойдя к проезжей части, нужно обязательно убедиться в безопасности перехода, остановиться, скажем так, удостовериться, что водители, подъезжающие к пешеходному переходу, заметили пешехода, что они остановились и предоставляют ему преимущество. Водителям хочется пожелать и порекомендовать, чтобы их путь был безопасен. Обязательно, скажем так, наличие всех документов не забывали водители у нас перед поездкой, проверяли исправность транспортного средства и при движении обязательно соблюдение правил. Также сейчас у нас погода переменчивая, у нас и дожди, и солнце, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными, потому что солнце может у нас ослепить водителя транспортного средства, может не заметить какое-либо препятствие, либо пешехода, а, соответственно, дождливая погода у нас ухудшает видимость. Поэтому необходимо соблюдать скоростной режим и руководствоваться правилами дорожного движения. Юного велосипедиста сбила машина в Волокде. Подробности прямо сейчас. Авария произошла во вторник в 8.50 утра на улице Притеченской у дома 20. По предварительным данным, женщина на автомобиле «Фольксваген» сбила велосипедиста, который в нарушении правил поворачивал налево в сторону улицы Ленина с улицы Притеченской. В результате ДТП 14-летний велосипедист получил ушибы и ссадины. Он направлен на амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. На сегодня это все. Увидимся на следующей неделе.